Еще раз здравствуйте, коллеги. В следующем клиническом случае я хотел бы представить применение кожно-мышечного лоскута с включением большой грудной мышцы. Пациент, мужчина 67 лет, был направлен в нашу клинику в 2015 году. Из-за анамнеза опухолевого образования в корне языка более 10 месяцев назад, пациент не обращался за лечением до тех пор, пока не возникли признаки, достаточно серьезные признаки дисфагии. По данным комплексного обследования у больного выявлен орофарингеальный рак Т4А, достаточно большой распространенности, с метастазами в региональных лимфатических узлах шеи, HPV негативный по данным иммуногистохимического исследования биоптат опухоли на экспрессию белка П16. Ну и пациент достаточно злостный курильщик и употребляет алкоголь, скажем так, регулярно. При первичном исследовании при магнитно-резонансной томографии мы видим достаточно большую опухоль, тотально поражающий корень языка, с распространением на левую боковую стенку рта глотки, на переднюю нёмную дужку справа, а также переходом на подвижную часть языка и дно полости рта. Надо сказать, что на тот момент, в 2015 году, различий в клинических рекомендациях для HPV негативного и положительного рака ещё не было. И в данной ситуации, учитывая условную редиктабельность и возможные выраженные функциональные нарушения при попытке радикального хирургического вмешательства при таком распространённости больного, была рекомендована последовательная химиолучевая терапия в виде двух курсов индукционной полихимиотерапии по схеме ПИФ и последующей дистанционной лучевой терапии. Но надо сказать, что на сегодняшний день для этой группы больных HPV негативного рака рта глотки рекомендации, в общем-то, не изменились. И если бы больной сегодня, сейчас обратился бы в нашу клинику, он, скорее всего, получил бы точно такой же алгоритм лечения, разве что к схеме индукционной химиотерапии, наверное, были бы добавлены токсаны. Как я уже сказал, больной получил на первом этапе два курса индукционной химиотерапии по схеме ПИФ. После первого курса наблюдалась достаточно выраженная лейкопения, оккупированная с применением колоннестимулирующих факторов. И в дальнейшем пациент получил курс дистанционной лучевой терапии в радикальной дозе, суммарно очаговой дозе 70 Грейм, на фоне введения карпоплотина. Пациент околничал лечение в полном объеме, однако, к сожалению, через три месяца после его окончания нами был выявлен остаточный опухоль в левой половине корня языка. И было принято решение о проведении спасительной операции пациенту, однако спасительная операция была проведена в объеме остаточной опухоли, а не первичного распространения, так как это могло бы привести к выраженным функциональным нарушениям. Пациенту была проведена сегментарная резекция нижней челюсти, тотальная резекция языка с левой половины корня, боковой стенки ротоглотки слева, шейная лимфодисекция на стороне поражения и пластика, кожно-мышечным лоскутам, с включением большой грудной мышцы и, конечно же, трахеостомия. Мы видим макропрепарат удаленной опухоли, вся дата, свободная часть языка с левой половиной корня и даже с заходом на противоположную сторону. Также опухоль витрировал всю боковую стенку ротоглотки и кровавидные мышцы. При исследовании, при москопиомархологическом исследовании, мы видим плоскоклеточный рак с признаками патоморфоза второй степени и без признаков метастазов в региональных лимфатических узлах. Надо сказать, что пациент достаточно хорошо реабилитировался после операции. Трахеостома была удалена на 10-е сутки, на 12-е был удален на загастральный зон, и пациент начал самостоятельно питаться без признаков дисфагии. Через 3 месяца при рассмотре мы видим явление дерматита на коже, шеи, и адаптированный лоскут в полости рта. На сегодняшний момент пациент уже 6 лет находится под динамическим наблюдением, без признаков заболевания. При внешнем осмотре мы видим полости рта, визуализируется свободный край надгортаника. Пациент самостоятельно питается без признаков дисфагии и частично восстановил артикуляцию. Я бы хотел подемонстрировать. Визуализируется свободный край надгортаника. Мы, раппы и юрын 15-м ходу, хропы и юрын халис-хайши, и шаппы и фирмаль астана армистанная. За что, вон очень сильно благодарен. Так что все нормально. Желаю вам здоровья. Спасибо за внимание.